Прямо с подиума изящные модели смело ступают на избитые асфальтные дороги, булыжные мостовые, бесстрашно утопают в городской брусчатке. Даже гололед не повод, чтобы переобуться в безопасную обувь. А все почему? Чтобы быть немного выше, симпатичнее также, ну и чтобы примерно быть наоборот с парнем. Целоваться неудобно, когда маленькая. Чтобы быть более привлекательной, потом скрадывает, наверное, изъяны, фигуры, поэтому. Ну, чтобы понравиться мальчику. Ну, я в данном случае не ношу каблуки, потому что мне еще рано, я еще маленькая. Главный аргумент – привлечь внимание со стороны противоположного пола. А что об этом думают сами мужчины? Наверное, чтобы выглядеть выше. Ну, наверное, так удобно. Если девушка носит каблуки, значит, она хочет казаться выше, значит, она маленькая. Мальчикам нравится. Чтобы ноги стройнее выглядели, наверное. Для того, чтобы понравиться мужчине. Я считаю, что девушка носит каблук, чтобы стать выше, принять внимание для парней. Единственный мужчина, которому не нравятся девушки на каблуках – это травматолог Михаил Паршин. Он понимает, с той, кто злоупотребляет шпильками, у него есть шанс встретиться не в приятной обстановке, а на операционном столе. При ходьбе по кровной поверхности, при вертикальной ходьбе у человека нагрузка распределяется следующим образом. 80% нагрузки идет на пяточную кость, 25% идет на передний отдел стопы. Чем выше поднимается пятка, тем больше нагрузки распределяется на передний отдел стопы. Соответственно, при очень высоком каблуке ситуация будет обратно. 80% веса тела идет на передний отдел стопы и только 20% идет на пяточную кость. Все мы делимся на тех, кто обнимает советом и тех, кто их игнорирует. Однако врач рекомендует носить обувь на невысоком каблуке не более 4 часов в день. Когда женщина встает на высокие каблуки, у нее смещается центр тяжести, смещается к переди. Для того, чтобы этот центр тяжести удержать и не упасть, изменяется наклон таза. То есть идет патология стоп, развивается идет патология позвоночника. Кроме того, икроножная мышца, так как пятка задана кверху, икроножная мышца как бы укорачивается, постоянно в тонусе находится. А малоберцовые мышцы, наоборот, перерастянуты, так как стопа уходит вниз. Если вы ни за что и никогда не расстанетесь с каблуками, то хотя бы позаботьтесь о своих ножках. Элементарный массаж икр и ступней помогут вам на некоторое время избежать неприятных последствий. Я бы рекомендовал как ортопед носить каблуки в тех случаях, когда это прямо жизненно необходимо. Когда какое-то торжество, допустим, свадьба, день рождения, праздник какие-то, да, когда необходимо показать всю свою красоту.